Я родом из Щелково. Наш город, поверьте, достоин того, чтобы вы полюбили его так же, как люблю я. И у нас хватает мест, с которыми хочется вас познакомить поближе. У меня в руках изделие Щелковской фетровой фабрики, одного из ведущих наших текстильных предприятий, продукция которого была хорошо известна и у нас в стране, и за рубежом. Время идет, все меняется, и вот фабрики уже нет. На ее месте знаменитый Щелковский недострой. От фабрики у него остался только адрес, советская 60. А давайте вспомним времена, когда все еще было. Выражаясь современным языком, бренд Щелковский фетр – одна из визитных карточек Щелкова. Возможно, это были лучшие шляпы в Советском Союзе, а потом и в России. Более 70% мужских шляп аттестованы государственным знаком качества. Это была наивысшая оценка. Достаточно сказать, что вплоть до конца 80-х фабрика выполняла кремлевские спецзаказы, шила темные фетровые шляпы для членов Политбюро. Любого партийного и советского руководителя того периода трудно представить без этого головного убора. Да что руководители? Большинство мужчин носили шляпы. Так было принято. В 1957 году Щелковская фетровая фабрика даже получила бронзовую медаль на выставке в Брюсселе за изготовление ворсовой шляпы. На пике развития на фабрике работали более 500 человек. Наши головные уборы успешно экспортировались в Кению, ЮАР, Китай, Монголию и США. Вот какая мощная была фабрика. Предприятие ведет свою историю с 1846 года. Но головные уборы в Щелкове начали производить только в 1929-м, а прежде это была суконная фабрика, которую на правом берегу Клязьмы напротив деревни Щелково основали купцы Четверяковой. В 1879 году фабрика перешла во владение купца Ивана Синицына, затем его наследников. При Александре Ивановиче Синицыне в первые годы 20 века фабрика значительно расширила производство и стала акционерным обществом Щелковской шерстопредельной и суконной мануфактуры «Синицын и сыновья». В годы Первой мировой войны суконная фабрика работала на нужды военного ведомства и значительно нарастила активы. Но Александр Синицын оставил след в истории Щелкова не только благодаря производству. По сей день сохранились два здания, непосредственно связанные с его именем и представляющие культурно-историческую и архитектурную ценность. Одно из них так и называли в народе «дом Синицына». Двухэтажный особняк в центре Щелково, построенный в 1911 году на территории суконной фабрики. Сегодня его занимает Щелковский историко-краеведческий музей, а тогда это было торговое представительство предприятия. Расположенный на главной улице Мещанской слободы рядом с домами других состоятельных жителей, этот дом уже тогда заметно отличался от других построек. В нем органично сочетаются стили нео-барокко и новаторский авангард – большие остекленные плоскости первого этажа. Именно эти окна-витрины говорят о назначении здания. Оно напоминает торговый пассаж. Известно, что в годы Первой мировой войны по инициативе фабриканта Синицына в доме был организован лазарет второго разряда для больных и раненых воинов. После национализации частной собственности второй этаж занимали Щелковский волосной совет рабочих и крестьянских депутатов, партийные и комсомольские органы, милиция, а на Первом размещались отделы магазина номер 2 Щелковского общества по требкооперации. Первый этаж сохранил торговый профиль вплоть до передачи здания музею. Здесь были магазин готового платья, потом главный в городе – книжный. А второе здание, связанное с Александром Синицыным – собор Святой Троицы. В 1909 году фабрикант пожертвовал под него участок земли близ фабрики и сам возглавил строительный комитет. Вложились в благое дело многие местные жители разных сословий. Необычный проект храма в стиле модерн разработал московский архитектор Сергей Гончаров, кстати, внучатый племянник жены Пушкина Натальи Николаевны. Главный предел храма во имя Святой Троицы был освящен 13 ноября 1916 года. В 1929 богослужебная жизнь собора оборвалась, и только в 1990 началось возрождение. Кстати, для собора уральские мастера изготовили уникальный фаянсовый иконостас ручной работы, средство на которое собирали всем миром. Сегодня храм полностью восстановлен и является главным в Щелковском благочении. К наследию фабриканта Синицына можно отнести и эту маленькую церковь Серафима Саровского. Она возведена ровно на том месте на левом берегу Клязьмы, где стояла часовня, построенная Синицыным еще в конце XIX века. Ее снесли при застройке микрорайона Заречный. Исторические корни имеет и этот ведущий к Серафимовской церкви переход из двух мостиков и островка. В этом месте на Клязьме небольшой порожек. Когда-то здесь была плотина с деревянным мостом, по которому ходили и ездили на фабрику. Остатки моста многие из вас наверняка помнят. Вернемся к производству. В первые десятилетия советской власти фабрика также вырабатывала шинельные сукна и называлась «Свободный пролетарий». А с 1929 года была полностью переоборудована на фетровое производство, став первой государственной шляпной фабрикой. Оборудование завезли из города Шуя и с ликвидированной фабрики в Павловском посаде. Оттуда же прибыли рабочие для организации фетрового производства. А теперь самое вкусное. В архиве Щелковского телевидения сохранились материалы о том, как делали шляпы на фетровой фабрике. Надеюсь, вам будет приятно увидеть на этих кадрах себя или кого-то из родных и знакомых. Если грубосуконное производство имело весьма незатейливую технологию, то каждая шляпа, даже вышедшая с фабричного конвейера, хранит в себе значительную часть ручного труда. Для изготовления фетровой шляпы применяется порядка 80 операций, в основном ручные. Исходный материал – шерсть овец породы Меренос. Что немаловажно, это шерсть живых животных весенней и осенней стрижки. Фетр – это разновидность войлока, плотный нетканый текстильный материал, который получается в результате валяния шерсти. Кстати, различия между войлоком и фетром есть только в русском языке, в других европейских языках – это одно и то же слово. Для начала сырье с помощью трепальной машины очищают от растительных и минеральных примесей всяких репейников и прочего, что насобирала на себя овечка в процессе жизнедеятельности. Затем шерсть подвергается карбонизации, обработке серной кислотой для полного удаления посторонних элементов. Шерсть разрыхляют, параллельно замасливая специальной жировой эмульсией. Сырье помещается в чесальный механизм, который с помощью колючих валиков прочесывает и разделяет шерсть на отдельные волокна. Получается легкая воздушная паутина полотна, которая наматывается на болванки в форме лимона. Эти коконы – будущий фетровый колпак, основа шляпы. Их разрезают напополам и снимают. Заготовки шляп закрепляют форму на свайлачивающих, а затем на валяльных машинах с помощью механического уплотнения и горячего пара. Это и есть процесс валяния. Фетровый колпак красят кислотными красителями. Он должен быть симметричным, иметь равномерную окрашенность, а также толщину и плотность. Придание колпаку необходимого размера достигается в процессе распаривания, разглаживания и растягивания с помощью соответствующего оборудования. Форму шляпе придают с помощью специальных заготовок – шляпных болванок. Для каждой модели и каждого размера головы своя болванка. Она может быть как цельная, так и составная из нескольких частей, чтобы легче было снимать готовые изделия. Болванки врезают из древесины липы. И это, как нам кажется, особое искусство со множеством своих хитростей, которым на Щелковской фетровой фабрике женщины владели не хуже мужчин. Толпаки помещают в пресс, фиксируют зажимами поля и опять пропускают через фетр пар, после чего помещают внутрь болванку. Фетр облегает ее и получается шляпа нужного размера. Затем фетр шлифуют, выравнивая горс. Опять же под прессом шляпе придают окончательную форму. Поля обрезают. Вшивают на лобник, окантовывают поля, украшают отделочной лентой и, конечно, нашивают фирменный лейбл «Щелковский фетр». Шляпа готова. Помните такого персонажа из «Алиса в стране чудес»? Безумного шляпника. И это не столько фантазия Льюиса Кэрролла, сколько реальные издержки профессии. Раньше при производстве фетровых шляп использовалась ртуть. Хроническое отравление ею приводило к серьезным последствиям для нервной системы. К счастью, сегодня красота уже не требует таких жертв. Время реформ, наступившее после Горбачевской перестройки, пошло «Щелковской фетровой фабрике» только на пользу. Она перешла на выпуск преимущественно женских шляпок. Немногие это знают, но до середины 80-х щелковские шляпники вообще не имели права их производить. По уставу и прочим утвержденным на уровне правительства отраслевым документам, наша фабрика являлась производителем исключительно мужского ассортимента. С переходом к рыночной экономике эти ограничения удалось обойти, а женские модели стали так популярны, что мужских в производстве осталось всего 20%. Первой в стране щелковская фетровая фабрика освоила выпуск комплектов для бани и сауны, моментально ставших очень популярными. Самые первые банные головные уборы – это слегка доработанные шляпные колпаки-заготовки. Потом уже свое слово сказали художники-дизайнеры. Фабрика постоянно искала новые направления работы и коммерческие связи, расширяла ассортимент. К концу 90-х выпускалось более 70 моделей шляп, береты, кепи из фетра. Большая часть модельного ряда обновлялась ежегодно. А на этих кадрах – эскизы шляп знаменитого модельера Вячеслава Зайцева для предприятия «Щелковский фетр». В мае 1996 года было создано совместное с мэтром моды предприятие «Фетр Дизайн». Напомним, что Вячеслав Михайлович – житель Щелковского района, но в данном случае роль сыграло не только чувство патриотизма. Мастер по достоинству оценил многолетние традиции и опыт наших шляпников в создании головных уборов, взявшись совместно с ними разрабатывать суперэксклюзивные модели, всего 5-6 в год. Его манекенщицы выходили в щелковских шляпках на мировые подиумы. Это была имиджевая продукция, затратная и нерентабельная, но, согласитесь, не лучшее ли это подтверждение репутации предприятия? А в 1999 году «Щелковский фетр» сотворил сенсацию, если не мирового, то уж точно европейского масштаба. Наше предприятие приобрело старейшую в Англии шляпную фабрику «Вилсон и Стаффорд», выпускавшую головные уборы с 1871 года. В лучшие годы именно эта фирма одевала флот и армию Ее Величества, но в 90-е обанкротилась. В российском консульстве в Англии и в торгпредстве тогда заявили, что это первый случай, когда россияне покупают английское предприятие. Под новые линии построили новые площади, создали 140 рабочих мест. Ассортимент пополнился кожаными и фетровыми кепи и котелками. Спустя два года приобрели еще одну фабрику и наладили выпуск деликатных соломенных шляпок. С девизом «Английское качество, русские цены» и известным брендом фабрика «Щелковский фетр» вышла на мировой рынок. Пошли заказы из-за рубежа. При фабрике открылся фирменный магазин, предлагавший весь ассортимент продукции, в том числе английские шляпы и модели Славы Зайцева. Клиенты в магазин приезжали со всей страны. Всех этих успехов двух последних десятилетий фабрика добивалась под руководством директора Арутюна Восканяна. Он делал все возможное, чтобы сохранить в «Щелкове» фетровое производство, но фабрика постепенно стала убыточной и в 2006-м закрылась. Корпуса были снесены, оборудование вывезено. Тому было несколько причин. В частности, законодательно закрепленное требование вывода вредных промышленных производств за пределы городской черты. В старых корпусах фабрики емкости с серной кислотой располагались всего в полутора десятках метров от линии уреза воды Клязьмы. Другая причина – фабрику постигла та же участь, что и абсолютное большинство текстильных предприятий в России. Качественную отечественную продукцию вытеснили плохонькие, но в разы более дешевые китайские аналоги. В случае со «Щелковским фетром» добавим, что азиатские товарищи еще и бесцеремонно копировали модели, а порой и логотипы. Третья причина, признаемся, не сразу приходит в голову. Арутюн Восканян называет ее «автомобилизация». Люди пересели на машины, пешеходов стало гораздо меньше, следовательно, шляпы стали не нужны. В Европе эта тенденция наблюдалась еще в середине 90-х, потом настигла и Россия. Но история «Щелковской фетровой фабрики» в некотором роде до сих пор не закончилась. Наше предприятие тогда объединилось с «Завидовской фетровой фабрикой» в Тверской области. Выпуск шляп продолжился, в том числе под брендом «Щелковский фетр». Совместное предприятие освоило выпуск форменных головных уборов ведомственного и специального назначения. С компанией заключали многомиллионные контракты Минобороны, ФСО, МЧС и другие силовые ведомства. До настоящего времени это направление остается приоритетным. Если в истории фетровой фабрики появятся новые страницы, обязательно об этом расскажем. Субтитры создавал DimaTorzok